Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и разбираем итоги предпоследнего торгового дня, собственно, текущей пятидневки. Ну и, конечно же, обращаем внимание, смотрим, прогнозируем, какие изменения могут произойти на финансовых рынках вот в оставшуюся торговую сессию. Поскольку, в целом, по важным отчетам она, можно сказать, только начинается, только впереди, друзья. Поэтому все движения, которые сегодня пойдут, мы еще сможем поймать. Но самое главное, мы ждем 15 января, день, когда, если, опять же, не будет никаких сюрпризов, если Тереза Мэй не предпочтет в очередной раз снова перенести процесс голосования, нас ждет обсуждение проекта о Брэкзите, соглашение, которое уже было согласовано, простите за небольшую тавтологию, между Терезой Мэй и Европейским Союзом, обсуждение в палате представителей, в палате общин британского кабинета министров. Это состоится уже во вторник, друзья, поэтому в понедельник я вас всех приглашаю на брифинг, обязательно не пропустите. Я думаю, что он будет даже целесообразно попробовать подлить какие-нибудь отложенные уровни по паре фунт-доллар. Ну и, конечно же, рисковать, друзья, потому что это нужно делать. Не так уж и много у нас суперкрутых событий, которые изначально по потенциалу могут привести к крайне серьезным движениям. И сейчас мы это, прошу прощения, это событие ждем. Мы ориентируемся на вторник, мы знаем то, что в этот день, скорее всего, нас ожидает чудовищная волатильность, и нужно попробовать, безусловно, поймать это движение. Снова повторюсь, друзья, я не противоречусь себе, я не изменяю позиции, которую обозначил, взял за основу своей торговли. Я транслирую ее вам, ваше право, конечно же, прислушиваться, либо не прислушиваться. Но я уверен, что британская валюта все-таки окажется под давлением. И вот с текущих уровней, которые по-прежнему как будто бы заморожены по паре фунт-доллар на отметке 1.2750, будут все основания, чтобы британца продавить ниже к поддержке 1.25. Кто знает, может быть даже на этом уровне пары не остановятся. Я буквально несколько дней назад приводил вам доводы, Дж.П. Морган, о том, что может произойти с британской валютой по факту голосования. И сценарий там было два, конечно же, но их объединяет только то, что по факту любого исхода, одобрения сделки, либо неодобрения сделки, британец может показать движение не меньше, чем на 4%. Но если мы примерим, опять же, к негативному сценарию, то пара фунт-доллар не то, что пробьет поддержку 1.25, а может даже оказаться на уровне 1.22-1.23. И причем риск для такого движения может быть реализован за кратчайший период времени. Даже не в рамках дня, а в рамках буквально нескольких минут. Держим руку на пульсе. Еще раз повторяю, друзья, что в понедельник я вас всех жду на брифинге. Ни в коем случае не пропустите его. Я думаю, что информация может появиться за эти выходные, потому что сейчас ТРЗМ, конечно же, Шоустрит пытается убедить рьяных скептиков в том, что за это соглашение нужно проголосовать. Пытается даже проточить определенные изменения в текущую редакцию документа. Но мы все прекрасно знаем, я надеюсь, что вы знаете, друзья, что этот документ является неизменным. И даже если она и хочет что-либо внести в плане правок касательно вопросов о Северной Ирландии, Европейский Союз уже не даст это сделать, потому что Европейский Союз уже устал согласовывать столь важные документы. Как было определено это соглашение 25 ноября, с тех пор оно больше не менялось и точно не изменится. Британцу мы еще вернемся, тем более, что у меня есть несколько комментариев от Джереми Корбина. Я думаю, что вы помните, что этот господин возглавляет британскую оппозицию. Я явно выступаю против ТРЗМ, какое-то отношение на уровне личной неприязни у него к действующему премьер-министру. И он продолжает забрасывать СМИ очень важными комментариями, которые для нас являются сигналом быть осторожными сейчас с британцем. И уж тем более, в меньшей степени рассчитывать на то, что фунт сможет отличиться восходящей динамикой. Ну, давайте все-таки попробуем действовать в конве нашего привычного брифинга. Друзья, сценарий, который утвержден, поговорим о повестке текущего экономического календаря в рамках торговой сессии пятницы. В 12.30 буквально через пару часов нас ожидает промпроизводство Англии, данные по торговому балансу Англии с Европейским Союзом. Ну, думаю, что статистика не будет точно интересной. И даже для такого праздного интереса можно ее проигнорировать, потому что фунт сейчас не реагирует даже на то, что происходит с долларом, поскольку ждет, предвкушает именно предстоящий вторник, когда пройдет голосование в палате общин. И ничто сейчас его не отвлекает. И правильно делает, что фокусируется именно на этом важнейшем политическом событии. В 16.30 сегодня выйдут данные по инфляции США. Этот отчет уже очень важный для доллара. Но вопрос, опять же, как отреагирует американская валюта на текущий релиз. Я думаю, что все-таки, друзья, мы уже смирились с тем фактом, что инфляция достигла целевого ориентира. Вероятно, нас даже уже не так интересует то, что будет происходить с этим показателем дальше. Потому что мы понимаем, что если раньше инфляция была для нас интересна, потому что мы анализировали данные по этому индикатору, этому индексу, и тут же проецировали статистику на действия Федрезерва с процентной ставки, которые, разумеется, менялись в зависимости от того, где находилась инфляция. Сейчас, поскольку цели по CPI уже достигнуты, и Федрезерв уже ориентируется больше даже не на показатели инфляции, а на состоянии внешней и внутренней экономической конъюнтуры. Ну, может быть, даже лучше сказать и правильнее. Внешне экономической конъюнтуры – это вопрос, особняком который стоит для всех, ситуация в отношениях между США и Китаем, ситуация, которая по-прежнему угрожает всей мировой экономике торговой войной. И ситуация, за которой на рынке по-прежнему остается большое количество скептиков, считающих, что если действующее торговое перемирие в марте завершится ничем, то есть отсутствием соглашения торгового, в конце концов, все вернется на круги свои, и, собственно, фондовые рынки продолжат валиться так, как это было в конце 2018 года. Но не будем забегать настолько вперед, пока что мы транслируем оптимистичные ожидания, поддерживаем идею общего рынка того, что раз на этой неделе прошли конструктивные переговоры между представителями США и Китая, видимо, это хоть какая-то база на то, что в таком же конструктивном ключе переговоры будут идти дальше, и, возможно, еще до марта стороны смогут договориться. В общем, друзья, сегодняшний отчет по инфляции США мы, безусловно, проанализируем. Конечно же, он окажет влияние на доллар в моменте, но я не думаю, что это движение будет, скажем, форматом больше, чем на 40-50 пунктов. Все-таки даже протокол не привели к такому ралли, который вышли накануне. Поэтому для того, чтобы понять, что происходит сейчас с американской экономикой после выхода сильных данных по рынку труда, показатель CPI имеет значение только лишь с точки зрения оценки активности потребителей. Но прежде всего, если мы задаемся целью понять, что будет с долларом, мы должны, друзья, следить за риторикой представителей американского регулятора, мы должны следить за позицией Джерома Паула и должны следить за тем, как обстоят дела с общим рыночным настроением с учетом тех рисков глобальных, которые я, собственно, озвучил. И замыкать сегодняшнюю торговую сессию будет отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Возможно, у нас под конец недели еще один локальный статистический катализатор, друзья, благодаря которому нефть сможет показать еще более интересные и выраженные восходящие бычья ралли. Вот на этой ноте предлагаю прийти к нефтянке 61-62. Сейчас уровень цены, мы видим то, что уже 9 сессий роста подряд. Интересно, что если мы попробуем покопаться в истории и найти такие же затяжные локальные тренды без откатов, без распродаж, то есть последовательно цикл с 9 дней роста, то по WTI последний раз такое наблюдалось, друзья, 9 лет назад. По бренду еще больше. Это сейчас iCort мы видим за последние, по-моему, даже 11 лет, с 2007 года. Как это влияет на настроение трейдеров? Ну, безусловно, оказывает поддержку рыночному оптимизму тех, кто считает, что рынок нефти развернулся. Я снова хочу сделать небольшую ремарку. Да, мы сейчас стоим по направлению, скажем, дующего ветра. Мы вместе с рынком растем, мы поставили на восстановление котировок нефти. Но я по-прежнему вот в глубине души уверен, друзья, то, что все, что происходит сейчас, это точно не слон трендового движения. Мы об этом еще поговорим, о тех рисках, которые все-таки еще окружают весь энергетический сектор. Я надеюсь, друзья, вы знаете, потому что я каждый день 10 минут из брифинга рассказываю вам о том, что происходит с нефтью, чтобы вы вообще были в курсе всего, что творится на этом рынке и точно понимали, какие сейчас тренды на рынке присутствуют, почему, какие риски есть, отыгрываются ли они в моменте или нет. В общем, хорошо разбирались в этой составляющей энергетического сектора. То, что мы сейчас растем, это все следствие, опять же, оптимизма вокруг торговых переговоров о США и Китае. Не буду повторяться, даже уже, честно говоря, на этой неделе поднадоела эта тема. Не знаю, почему вокруг нее такой резонанс. Хотя все-таки обычная рядовая встреча и каких-либо серьезных решений не последовало, но, может быть, действительно обоснована позиция того, что участников рынка устраивает хотя бы тот факт, что переговоры продолжаются. Они ведь могли вовсе не состояться. Мы знаем импульсивность Трампа, уже не раз сталкивались с ней в отношении именно ситуации с Китаем. Сейчас он не вставляет палки в колеса, напротив, способствует, всячески демонстрирует открытость США к этим переговорам, приветствует именно такую же взаимную открытость Китая к переговорам. Вчера я предположил, что Трамп тоже очень заинтересован в том, чтобы выйти из этого торгового конфликта, потому что понимает, что ему, в принципе, уже удалось убедить Китай, пойти на встречу с США и сделать все возможное, чтобы несколько выправить показатели торгового баланса. И, на мой взгляд, Трамп испытывает определенное чувство вины за те распродажи на фондовом рынке, которые случились, потому что мы все понимаем, что эти распродажи – следствие паники, разразившейся в мировой экономике за перспективу ее роста. Усомнились все в стабильных темпах роста после того, как разразилась торговая война между ведущими экономиками мира. А поскольку начал ее Трамп, конечно же, очевидно, что его вина здесь самая прямая. И вот из-за этого чувства вины, может быть, его коллеги, друзья, бывшие по бизнес-цеху, вот этой элиты капиталистов, не раз ему давали понять, что он, учитывая его власти возможности, может быть, ему что-то стоит предпринять, чтобы поспособствовать улучшению настроения. Если мы сейчас посмотрим на фондовый рынок США, он растет также около 4-5 торговых сессий. Кто-то уже поговаривает, что рынок перешел из фазы технической восходящей коррекции уже в разворотный восходящий тренд. Я бы тоже с этими выводами не торопился. Но 5 дней роста – это, конечно же, неплохо. И это, друзья, все следствие того, что в очень конструктивных тонах прошли переговоры между США и Китаем. Поэтому Трамп прекрасно понимает, что он оказывает самое прямое влияние на то, что творится на финансовых рынках. И если у него было такое чувство вины, он отчасти сейчас реабилитировался. Если эта идея вообще состоятельная, то мы и до конца будем наблюдать открытость намерения США к тому, чтобы дальше проводить переговоры на высочайшем уровне, переговоры, которые направлены на поиск этих компромиссных начал по преодолению торговых разногласий. Другие факторы поддержки нефти, кроме оптимизма, вокруг отношений США и Китая. Надежда на то, что все будет нормально и дальше. Напоминаю, еще две причины, два фактора – это сокращение уровня добычи кучевыми нефтеэкспортерами. И еще есть статистика по запасам, которые показали буквально в среду снижение. Это релиз в случае такого исхода, конечно же, традиционный фактор поддержки. И мы видели, как все-таки это действительно нашло свое отражение в динамике нефтиэкспортера. Сейчас участники рынка не торопятся продавать. Считают то, что ралли, которое, очевидно, состоялось на этой неделе, может быть продолжено. Логично, возможно, было бы сейчас, друзья, поставить на эффект пятницы, когда перед выходными традиционно фиксируют позиции. Но в этот раз я этого делать не буду. Я все-таки уверен, что рынок сознательно тащит актив Brent в район 65, ближайшего очевидного, мощного, неплохого сопротивления. Это наша цель, друзья. Поэтому сейчас я не буду рекомендовать вам выходить из позиции, хотя кто-то может уже счесть необходимым это сделать, потому что профит, конечно же, солидный. Мы покупаем нет уже очень давно, но это еще не максимум, которым можно вычесть. 65, друзья, ждем. Я уверен, мы этого уровня коснемся. Фунт против доллара 1,2764. Как обсуждали, собственно, эти котировки в начале недели, так вот, в прошествии пяти, можно сказать, дней, фунт находится на том же самом значении. Никто не торопится с активностью сейчас, с открытием новых длинных, коротких позиций, потому что хочется вот в оставшуюся текущую торговую сессию и понедельник еще получить максимум какого-то, максимум фундаментальной поддержки, чтобы уж точно понять, как действовать дальше в преддверии голосования о соглашении по Брекситу в Палате общин Кабинета Министров Англии. Напоминаю, друзья, 15 января, вы должны просто усвоить, где-то отложить под корки эту дату, совсем скоро, уже следующий вторник, ни в коем случае не забывайте быть крайне мдительным в связи с этим. И, как я и обещал, сказать вам, почему я еще больше сейчас уверен в том, что фунт нужно продавать, все вчерашнее заявление Джереми Корбина, который отметил, что оппозиция выступает и за повторные выборы, и за возможность проведения еще одного референдума. И он ясно дал понять, что во вторник вся оппозиция, без исключения, будет голосовать против соглашения Брексит. Учитывая, что против этого документа еще и соратники ТРСМ, то есть однопартийцы, консервативные партии, очевидно, что у нас уже большинство против того, чтобы у этого документа был зеленый свет. А значит, друзья, во вторник при реализации негативного сценария мы с вами будем вынуждены со всей общественности констатировать, что Англия выходит из ЕС на условиях жесткого Брексита. Это то, что многими не допускалось сейчас, это реально как никогда. Поэтому по британцу короткая оппозиция в приоритете. В понедельник я дам конкретные уровни, конкретные цели. Напоминаю, что я приветствую риск в данном случае. Это вообще благородное дело. И если, друзья, вы согласны с тем, что таких возможностей в плане торговли и на влатильности на рынке представляется очень мало, и они довольно редки, сейчас его нельзя упускать, этот шанс совсем скоро. Это не какое-то эфемерное ожидание через месяц, через два, через три. Это следующий вторник, друзья, уже фактически отдыхаете на выходных. В понедельник возвращаетесь на рынки, уже понимая, что площадки будут ходить. И ходить довольно интенсивно. По евро против доллару в связи с тем, что я сказал и обозначил по британцу. Снова призываю вас фиксироваться, друзья. Мы заработали на росте, сейчас котировки 1.15.28. Я думаю, что можно было крыться в районе 1.15.50. Почему по евро сейчас я ставлю на снижение? Не потому, что я ни с того ни с сего поверил в рост доллара. Нет, доллар будет оставаться ауксайдером. Я уверен в том, что снижение британца окажет свое негативное влияние на евро. Потому что все-таки, скажем, ближайший дружеский актив и Европейский Союз – это один из участников вот этого политического бракоразвода. Называют процесса по бренгизиту. Поэтому при негативном сценарии по фунту евро тоже пойдет вниз. И не хочу, чтобы вы, скажем, потеряли в случае чего, если вы решите купить фунт, потеряли еще и на евро. В любом случае, друзья, сейчас нужно несколько изменить структуру вашего портфеля. Если у вас одновременно позиции по британцу евро, нужно подумать, стоит ли их держать. Потому что движения, уверен, у них будут схожими. Доллар-канадец. Мы сегодня, в данный момент времени, тестируем поддержку 1.32. Ждем канадца еще более бодрым, крепким. Понимаем, что канадец переварил мягкие комментарии Банка Канады. Уяснил все риски. Но предпочел отложить их где-то подальше. Брать их на второй, десятый план. И сейчас больше сфокусироваться на том, что происходит с долларом и с нефтью. А здесь у нас, друзья, более-менее все неплохо. Доллар позиционно остается слабым, нефть продолжает расти. Поэтому цель 1.30, она по паре доллар-канадец по-прежнему актуальна. И доллар-иена 108.32. Очень мы рассчитывали на то, что вчерашние выступления, вчерашние заявления Джерома Пауэлла смогут ослабить курс доллара. Но очень вялая реакция на то, что было сказано. Хотя, в целом, я считаю, что Джерома Пауэлл своим выступлением и отдельными ответами на вопрос подтвердил в ожидательную позицию американского регулятора. В частности, что мы сейчас отыгрываем и можем обозначить по итогам вчерашней торговой сессии что-нибудь новенького по доллару. В выступлении Болларда, который сослался на кривую доходность, отметил, что то, что происходит с процентными ставками, точнее, с доходностью американского рынка долга, облигаций, плоская от кривой доходности 10-леток, 2-леток, это уже сигнал того, чтобы американский регулятор несколько замедлил темп нормализации денежно-кредитной политики. Пауэлл начал свое учащенное выступление со слов о том, что критика Трампа на него не оказывает никакое влияние, Федрезерв независимый институт и решения Федрезерва не опираются на политику. Но на вопрос о том, ФРС повысили как минимум два раза процентные ставки в этом году, Джон Пауэлл отметил, что конкретного плана нет и все будет зависеть от состояния экономической конъюнктуры. Но этот комментарий для нас не является новым, мы знаем и понимаем, что это, скажем, общий комментарий, общее заявление, наверное, которое должно было быть в выступлении. Ну а что еще можно сказать о Джером Пауэлл в свете того, что сейчас происходит? Он же не может повысить турбулентность на финансовых рынках, обозначив конкретную, скажем, дорожную карту действия Федрезерва. Ну, во-первых, нет, во-вторых, ФРС никогда не был замечен в именно провокации вот этих панических настроений. Поэтому все заявления Пауэлла были довольно сдержанными, довольно общими и неконкретными. Но мы осознали, еще раз поняли позицию американского регулятора, что теперь он будет еще более адаптивным к тому, что происходит. И, возможно, скажем, основным словом, которым можно охарактеризовать дальнейшую позицию Федрезерва, будет терпеливость в отношении дальнейших темпов разгона процентных ставок. Еще один негативный фактор по доллару – это вчерашняя попытка найти компромисс между республиканцами и демократами по шаттауну при остановке работы госучреждений. Эта попытка снова завершилась ничем. Трамп покинул, собственно, встречу с демократами, прокомментировал ситуацию тем, что это пустая трата времени. Поэтому, если до этой субботы правительство все-таки работа госучреждений не будет восстановлена, я думаю, что не будет, конечно же. Текущая приостановка деятельности госструктур станет самой продолжительной за всю историю США. Ну, согласитесь, такая ситуация тоже не способствует более активной позиции Федрезерва по росту процентных ставок. Вот вам, пожалуйста, еще один тормоз уже такого политического характера. Все это указывает на то, что с покупками доллара сейчас не нужно лезть в рынок. Доллар лучше рассматривать с точки зрения продаж. Мы, собственно, продаем доллар-иена и ждем этот дуэт валютных инструментов даже ниже отметки 107 иен за доллар. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. И не забывайте, что сегодня у нас еще один важный отчет по штатам, 16.30 по Москве. Мы следим также за тем, что показывает нефтянка. Я надеюсь, что сегодня сможем закрыть день и всю неделю ближе к нашей цели 65 долларов за баррель. На этом все. Всего доброго. До свидания. До понедельника.